Всем привет! Сегодня 8 сентября. Что делаешь? Я снимаю клубничку. Молодец! Так, зеленую не снимай, только красную. Можно вот и? Да, урожай клубнички собираем. Ну, мы уже вчера ее начали собирать. Сегодня продолжаем. Хорошо цветет, вообще все здорово. Это сорт альбион. Такая красавица. Видишь, это одна упала зеленая. Я подобрала. Так, только красную срывай. Это тоже альбион. Но еще не до конца созрела. Но срывай уже начал. Можно? Да, срывай. Тоже. Нет, это монтерей у меня. Тоже такая красивая ягода. Мне понравилась. Вот такая. Лист чистый, все хорошо. Ягоды много. Мы вот вчера сколько собрали. И сегодня она вся такая красная, красивая. Это искушение. Вот она, ягода тоже вся. И здесь пособирай тоже вот эту вот красненькую. Ягоды много. Купчиха зреет прям уже на ягодке. Ты срывал, да, купчиху сегодня? Да. Съел. Съел, молодец. Ну, да. Вот такая ягодка тоже. Купчиха. Цветет. Поливаю клубнику, ухаживаю, подкормила недавно, подложила перепревший навоз и поливаю. Сейчас у нас жарко, поэтому поливаю раз в два дня, не меньше. Здесь я уже сняла видео, подготовила грядку под чеснок. Это уже усы, которые я рассадила из этой земляники крупноплодной. Это усы. Все хорошо прижились, замечательно. Так, это грядка для чеснока. Здесь капуста. Капуста цветная. Это поздний срок у меня посева. Вот. Будет готова она в октябре. Укроп, который я уже срезала. Был у меня полностью срезан. Срезаю ножницами. И вот, видите, он сразу отрастает. Новый, молоденький. Такой укропчик тоже буду скоро срезать его. На заморозку этот укроп на заморозку посадила. Это кацетная капуста. Видите, уже начинает здесь формировать качанчик. Здесь у меня высажены дайконы, редьки. И черная, и розовая. В общем, да, сыры разные. Я их проредила. Здесь будут расти. Тоже буду выкапывать в октябре месяце. И здесь еще усы посажены от земляники. Тоже все прижились. Все хорошо. Здесь растет замечательно эта ежевика. Сегодня я ее поливала тоже бактериями. И уже отросли у нее стебли. И я их пришпиливаю. То есть я их уже пригинаю. Вот шпилька. И буду, потому что ее на зиму укрывать. Поэтому, чтобы побеги у нее прямо стоячие. Это сорт осечь. И чтобы их не поломать при пригибании к зиме, поздней осенью, я их пришпиливаю. Здесь тоже у меня шпилька. Вот она. Ее, наверное, не видно. Вот. И здесь этот сорт я посадила. Небеса могут подождать. Тоже хорошо приживается. Уже новые дают побеги. Вот они. Все замечательно. И здесь у меня замульчирована корой древесной. Да. Целую кружку? Да. Красивая. Иди всех угощай. Иду. Так. Здесь голубика. Помните, я высаживала. Видео есть на канале. Зайдите, посмотрите. Прирост уже практически в один метр. Смотрите. Этого побега вообще практически не было. Он был вот такой маленький. Здесь скоро будет как метр. Здесь тоже. Вот все это. Вот это. Это. Это все приросты. Вот они. Это сорт Блюкроп. Это сорт Патриот. Тоже замечательно дает. Вот прирост. Здесь прирост. Этой ветки абсолютно не было. Здесь прирост. Саженцы были маленькие. Но в видео, если посмотрите, все это видно. Около метра уже прирост. Вот минеральными одобрениями я здесь не подкармливала вообще. Здесь у меня создается кумба из лаванды. Высадила лаванду. Здесь, по-моему, 8 кустов у меня. Но грядка еще не оформлена. Здесь будет все вот такими большими камнями обрамлено. Чуть-чуть я ее приподняла, потому что здесь участок с низиной. И чтобы ее не затапливало, я ее, видите, приподняла. И здесь будут разложены красиво камни. И будет хорошая кумба с лавандой. Вот. Какой-то такой, знаете, черновой вариант. И здесь сорт Блю Джей. Тоже был совсем маленький саженец. Выписывала из Беларуси. По почте мне прислали. Тоже хорошо дает чуть-чуть меньше прирост, чем у других два сортов, которые я сейчас показывала. Но тоже довольно-таки хорошо он закустился. Прям кустиком становится. Все вот эти, все молоденькое. Это все прирост. Здесь у меня кислый торф и еловый опад. Все. Ну, в видео, как делала посадку, все будет это видно. Так, сегодня заезжала на оптовую базу. Купила кое-что. Значит, сегодня готовить буду землю. Я ее готовлю с осени, в которую выращивать буду на следующий год рассаду. Я ее готовлю осенью. Закладываю в теплицу. Она у меня там промораживается, готовится и так далее. И потом уже землю, в общем, использую свою. Своего приготовления, так сказать. Я землю готовлю не покупаю уже достаточно много лет. Подкупила кокосового торфа. Вот такие брикетики разбавляется, разводится на 4 литра. Это я докупила. У меня он есть. Маловато было. Купила фитосфорин в пасте. Я люблю фитосфорин в пасте. Больше всего его уважаю. 200-граммовая пачка. Вот 5 пачек купила. В общем, это на следующий год тоже. Купила коллоидную серу. Я ее применяю для голубики. Хочу подкислить почву немножко. Вот серо-коллоидная. Дальше. Приобрела Максим. Это для протравливания луковичных. И купила глиоклодин. Очень уважаю этот препарат. Очень мне нравится. Ты что, клубничку принес? Да. Тебе. Спасибо. Спасибо. Да. Так. Значит, приобрела глиоклодин. Здесь по 100 таблеток. Две пачки взяла. Нравится мне этот препарат. Вообще замечательная вещь. От корневой гнили. От черной ножки. И можно применять и на стадии рассады по таблеточке в один рассадный пакет. И при высадке. Особенно это хорошо для баклажан и для огурцов. Томаты, знаете, поскольку-поскольку я применяю даже очень редко на томаты. А на огурцы, на все бахчевые. Это тыквенные арбузы, баклажаны. Замечательная вещь. Очень мне нравится глиоклодин. Все. Так. И еще купила я нейтральный торф. Потому что земля огородная у меня тяжелая. Я разбавляюсь торфом. И торф именно нейтральный, который без минеральных добавок. То есть чистый торф. Так. Пошла готовить землю. Заодно вам покажу. Я приготовила заготовки для почвосмеси. Это обычный торф. Нейтральный, чистый, без добавок. Дальше использовать буду прошлогодний компост. Открыла сегодня яму. Попадаются ветки и крупные какие-то фракции. Поэтому есть у меня самодельное сито. Буду просеивать компост. Размочила уже это кокосовый субстракт. Здесь 10 литров. Дальше на тачку не более 3 литров древесной золы буду использовать. Буквально 3-4 горсти биогумуса. Я использую тамбовский. Очень мне нравится. И бактерии буду использовать сияние номер 1. Уже готов у меня маточный раствор. Буду разбавлять и увлажнять землю. Почвосмесь. И также хочу добавить немножко фитоспорина. Тоже здесь маточный раствор. Все. Буду сейчас готовить почвосмесь для рассады. Которую буду выращивать на следующий год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, я смешала торф с компостом. Компост примерно 70%, а остальное все нейтральный торф. Компост обязательно нужно просеивать, потому что вот такие большие фракции здесь. И чтобы земля более однородная, пышная была, легкая, надо просеивать обязательно. В общей сложности у меня здесь одна тачка почвосмеси. Я разделила их на две, чтобы очень хорошо все перемешать. На этот объем, на одну тачку я беру 3 литра золы древесной и 4 горсти хороших биогумуса. Сейчас я это все всыплю. Затем немного добавлю в каждую примерно тачку по 2 горсти кокосового субстракта. До какого состояния нужно увлажнить почвосмесь? Я беру так землю в руку, сжимаю. Образуется комок, который не распадается и с него не стекает вода. Все, этого будет достаточно, чтобы вложить бактериями почвосмесь. Теперь я беру черные полиэтиленовые мешки для мусора. Лучше использовать более плотные, но у меня такие. И я почвосмесь закладываю небольшими порциями, буквально по пол ведра, может быть чуть больше. Выгоняю вольдок отсюда, делаю такую небольшую лепешку, чтобы удобнее было хранить. И закрываю на узелок и получается вот такой блин. Все, и так складываю всю землю. Все, и так складываю. Таким образом я заготавливаю почвосмесь для будущих посевов, посадок, рассады. Для меня самая лучшая заготовка земли это середина сентября. Но так как меня не будет, целый месяц я буду отдыхать, поэтому делаю это сейчас. Вот в этих пакетах одна тачка земли почвосмеси уже готовой. Я уже делаю еще. Хранить буду в теплице. На следующей неделе полностью освобождаю теплицу томатную, потому что уезжаю. Нужно освободить, помыть. Я сложу все эти пакеты и накрою. И будет у меня храниться там всю зиму эта земля. А уже по весне буду потихоньку заносить вот такие брикеты домой. Она будет оттаивать и я уже буду сеять рассаду. Здесь у меня по-прежнему растут баклажаны. Я их пока не убираю, потому что их еще очень много. Они еще цветут. Будут здесь у меня до последнего. Нарвала почти ведро. Буквально мне нужно 2 килограмма для закрутки консервации. Очень хороший рецепт. Это баклажаны по-армянски или как-то название такое. Ну это в общем баклажаны в острой томатной заливке. Отличный рецепт. Если будет возможность, я его сниму на видео, выложу на канале. Стеклянная теплица томатная. Тоже еще полно помидор. Но на этой неделе в конце на выходных буду снимать урожай весь. И полностью убирать эту теплицу. Мыть, обеззараживать, работать с почвой. В общем, подготавливать теплицу к зиме. Смотрите, как хорошо растут. Это дьявол джерси. Крупные томаты. Отличные томаты для сушки. Вот как раз они еще у меня день-два повисят. Я их буду закладывать в сушку. Все, сейчас томатов еще нарву. И пойду еще перцев сорву. Это перечная теплица. Перцев много, честно вам скажу. Они зреют. Я это недавно делала. Джеку срывала. И здесь они опять их полно. Вот. Этот я на семена ставила. Лесе тоже созревает. Здесь у меня и ромира. И... Маркони тоже. Тоже на семена оставила. Красивые такие перчининые маркони. И цвет. Просто идеальный цвет. Так. Там у меня грядка пустая. Перца я оставлю. Не буду убирать эту теплицу. Уже в октябре, когда приеду, буду ее мыть. А вот с большой теплицей решила я уже все. Окончательно ее готовить к зиме. А здесь все-таки полегче будет мне убрать. Поэтому и она и поменьше сама теплица. Быстро ее помою в октябре. И хочу еще показать вам капусту белокочанную. Вот она. Все нормально. Кочаны хорошие наливаются. Здесь у меня вся капуста для засолки. Вот такая. Сегодня еще снимаем цветную капусту. Замораживаю. И делаю в кляре. Очень мы это дело любим. Чуть-чуть эти два качана переросли. Нужно было еще несколько дней назад с его снять. Но ничего страшного. Нормально. Сейчас режу. Эти два качана пойдут на заморозку. Капусту я высаживаю в несколько сроков. Это как раз средний срок созревания. И самую позднюю высадку я буду снимать уже качаны в октябре месяце. Так, сегодня еще подожди. Что ты там делаешь? Сегодня кукурузу будем снимать. Первый урожай. Да? Да. Вот наша кукуруза, она сахарная. Вот. Мы ее уложили специально. Это сорт сахарный? Сахарный. Сахарный. Курия его не съели. Немножко подасту белый. Мы будем ее сливать как урозу. Мы будем ее варить в кастрюле. И сливается она отлично сахарный. И мы добавим туда немножко соли. Да. Все? Все. Ну что? Давай сейчас ее будем ломать. Так, это поспел сорт сахарная. Да. Сейчас сорвем. У тебя этот еще один? Это тоже сорт сахарная. Мам, по поводу, по поводу. Да, да, да. Сейчас сорвем. Это сорт божественная бумага. Очень низкорослый сорт. Максимум метр пятьдесят в высоту. Точинов очень много здесь, но они еще не готовы. Я думаю, это сорт позднеспелый. Вот еще не набрало. А здесь это сорт... Black Red. Тоже сейчас посмотрим, будет готов или нет. Все, давай, сейчас будем рвать. Очистила кукурузу. Хочу показать по сортам. В общем, это сорт божественная бумага. Зерно не все. Полупустая. Качаны полупустые. Но очень интересное зернышко. Круглое, молочного цвета. Сладкое. Ребенок попробовал, сказал, что сладкое. Наверное, плохо будет видно из-за солнца. Вот такие качанчики. Они сами по себе небольшие. И, как видели, само растение небольшое. Это сорт сахарная. А, в принципе, неплохо получились качаны. Они тоже небольшие. Зерно желто-белое. Красивое. А это сорт Black Red. Конечно, здесь черно-красного цвета нет. Как вы видите, зерно такое молочно-желтого цвета. Хотя высаживала семена черно-красного цвета. А вот получились вот такого цвета качаны. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, произошло перепыление. Тоже не все зерна образовались. Полупустые качаны. Ну и погода была не очень хорошая. В этом году у нас слили практически дожди. Когда кукуруза должна была завязываться. Ну, в общем, знаете, я решила, что на следующий год я не буду сеять кукурузу. Не того, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok